С художником Сашей Окунем мы знакомы много лет и всегда восхищались его многогранностью и многоликостью. Талантливейший художник, блестящий преподаватель, обаятельнейший рассказчик и автор книг, ставших бестселлерами. Студенты-старшекурсники Высшего художественно-промышленного училища имени Мухины вышли на весенние этюды. Уникальная вещь – пригласить на билет на выставку «Газа подлинник», на первую выставку «Новом комформисты». Дом художников сегодня, а когда-то главное здание Академии Бецалель. В самом начале 1986 года я стал преподавать вот здесь, много лет провел в этих стенах. Джонатан Свифт сказал, для дурака жизнь – трагедия, для умного она – комедия. Я возьму на себя смелость продолжить, поскольку большинство из нас, не бог весть, какие мудрецы, ну уже не полные идиоты, то для нас жизнь – трагикомедия. А трагикомедия для меня самый интересный жанр. Если ты хочешь, это еврейский подход к делу. Смех сквозь слезы и наоборот. Когда ты хочешь небо опустить на землю, а землю немножко приподнять к небесам. Я, например, ненавижу слово «новое». Я хочу достичь чего-то нового. Каждый из нас – это уникальный набор генов. Такого не было и больше не будет. Мы живем в эпоху, которая никогда не была раньше и потом не будет. Значит, надо искать правду, а не новое. Я пытаюсь искать эту правду, я пытаюсь. Я это делаю. Но у меня все время есть ощущение, что я это делаю недостаточно хорошо. Ты считаешь, что самооценка художника намного вернее, чем объективная оценка его творчества обществом, зрителями? Ну, а что такое объективная оценка? Что такое объективная оценка? Нет никакой объективной оценки. Признание какое-то. А про что такое признание? Вон Глазунов. Уж какое признание? Это делается. Даму есть масса причин. Искусство – это такой же способ зарабатывать деньги, как любой другой. На искусстве делаются огромные деньги, огромные деньги. Я знаю одного художника, не буду его называть, потому что он очень знаменитый. И он умница, его очень хорошо знают. Он умный человек, способный. Но сегодня в моде абстракт, он будет делать абстракт. Сегодня в моде фигуратив, он будет делать фигуратив. Он колеблется с линией партии. По мне, это и постыдно, и противно, и нехорошо. Но это наше время. Все хотят быть признаны при жизни. Все хотят признаны. При жизни, а не потом. Да, конечно. И, наверное, это очень правильно поставить на то, что ты получишь успех. Сегодня это хорошо, это выгодно, это приятно. Всем приятнее, когда его гладят по шерстке. Но есть вот то, что было введено понятие Шкловским. Гамбургский счет. Знаешь, да, это? Да. Когда вот они собирались и решали. Но умирать-то ты будешь. И перед смертью вдруг выяснится, что ты всю жизнь елозил, ты всю жизнь прожил не своей жизнью. То есть вот тебе дали жизнь, а ты ее взял, и почему-то вместо того, чтобы как-то ее наполнить, использовать, оправдать, ты решил вот-вот как все. И что? И что тебе будет перед смертью? Хорошо тебя от этого били. Но вот был у меня такой забавный опыт, если мы говорим о современном искусстве. Как раз перед короной, когда все это безобразие началось, я был в Афинах. И там выстроили массу новых музеев, очень-очень хороших. И опять-таки, вот они все очень хорошие. Там прекрасное освещение, там прекрасный дизайн достаточно. Но они похожи друг на друга, как близнецы-братья. А по-моему, нельзя делать византийский музей так же, как в музее искусства Кекла. Нельзя. И вот после этого ты приходишь, после этих роскошных музеев, приходишь ты в археологический музей, а он не изменился. Он как был 30 лет тому назад, когда я его видел. Он как старый халат такой, в который ты влез. Тогда, я помню, меня потрясло. У них маленькие тонагры и мирины, греческие вот эти фигуры, они висели на цепочках из скрепок канцелярских. Они бедные были. Сегодня большой прогресс, они висят на нейлоновых нитках. Кроме этого, ничего не изменило. И вот я хожу среди этого старья мраморного, которому 2000 лет плюс там 700 лет туда, 400 сюда. И я на все это смотрю, и вдруг я понимаю одну вещь. Что для того, чтобы понять, я говорю сейчас о современном искусстве, Энди Орхола, я беру его как именно рецептное, как самый знаменитый художник 20 века. Так вот, для того, чтобы понять Энди Орхола, тебе необходимы объяснения. Они необходимы. Потому что, в общем-то, трудно понять, почему консервная банка, она является искусством. Тебе это объяснят, и ты поймешь, почему тебе объяснят праздник, и все очень хорошо. А для того, чтобы понять греков, вот эти маленькие фигурки, этих танцовщиц, или там каких-то тетенек, которые сплетничают, которые делались для того, чтобы на базаре их продавать, я не говорю сейчас про великих. Ничего не надо объяснять. Они понятны просто так. А вот дальше, а вот дальше, следующая мысль была такая, Энди Орхола можно объяснить, а вот это объяснить нельзя, потому что это чудо. Это чудо. Теперь всегда возникает вопрос другой. А как же это чудо делается? То есть как художник. Художник должен знать, как делает чудо. Да, художник должен знать какие-то ходы, но даже когда он это все делает и думает. Возьмите вот такой аналитический мозг, как Эйзенштейн, который все просчитывал, продумывал, все такое. А дальше получается вот это вот. А вдруг что-то откуда-то, куда-то полилось, и случилось само. И вот тогда это чудо. Это чудо. Знаешь, я очень люблю этот кусочек из фильма «Углюбленный Шекспир». Когда помнишь, у него проваливается, нету жульетты. И Шекспир врет на себе волосы через 15 минут премьера, а жульетты нет. А Деверт говорит, все будет хорошо. Он говорит, как будет хорошо, как будет? Не знаю, говорит, но как-то всегда все устраивается. Вот и здесь. Это как-то случается. Искусство случается. Художник, по идее, он существо довольно религиозное, я считаю, вне зависимости от конфессии. Или без конфессии. По одной простой причине. Потому что самые счастливые минуты, которые бывают в твоей жизни, они бывают очень редко. Но они иногда случаются. Это высочайшее счастье. Это когда ты чувствуешь, что работа делается сама собой. Ты вообще ни при чем. Ты ни при чем. Ты некий канал, некая труба, по которой кто-то откуда-то что-то куда-то передает. И это, по сути, религиозное мышление. Тут уже никак ничего с этим не поделаешь. Другое дело, что, как сказал все тот же, по-моему, что Виктор Франкл, Господу Богу, при условии, если он существует, гораздо важнее, как я себя веду, чем верю я в него или нет. Это, на мой взгляд, правильно. Вот ты знаешь, я не знаю, какое это отношение имеет к религии, но я стал платоником. Почему? Потому что я глубоко убежден, что все уже существует там. Оно уже существует. Все картинки уже давным-давно накрашены, уже давным-давно написаны. А ты их просто берешь и спускаешь сюда. И вот я тебе приведу один пример. Красил я картинку. Уже довольно давно, лет 10 там у нас. И на этой картинке тетка крутила мужичонку на фоне пейзажа. И этот мужичонка был жив. Живой. И вдруг он стал на картинке помирать. Помирал, помирал, помирал и помер. И стала накрутить трупарик. Я сел и смотрю на свою картинку и думаю, боже ты мой, чего это он помер? Я же не хотел этого. Правда? Он взял и помер. И тут я вдруг соображаю, что единственный сюжет в мировой живописи, где женщина держит в руках мертвого мужчину, это пьета. Пьета. Да. Тут я восхитился. Потом вала. Значит, в моей картинке есть глубокий религиозный смысл. Мне непонятно какой, но он есть. Я очень обрадовался. А дальше я целое лето, целое лето я угробил на то, чтобы накрасить пейзаж. В этой картинке? Да, в этой картинке. Там фон, пейзажный фон. Я его красил, я его перекрашивал. И он был такой, он был такой пейзаж, и такой пейзаж. И были среди них хорошие. И все это не шло. Все это не работало. Я уничтожал один пейзаж с другим, красил новый, и все это не работало. Лето угрохал. Два с половиной месяца. Под конец я озверел, просто озверел. Я все стер. И буквально за два часа накрасил пейзаж пустыня. И устаканилось. Я сижу и чуть не плачу. И думаю, боже мой, я угрохал лето. И все не шло. И были такие хорошие пейзажи. И все было хорошо. А теперь за два часа я накрасил пустыню. И вот оно работает. Почему? В чем дело? И вдруг я соображаю, что тетка крутит этого мужика как крутит петуха на копород. На обряде копород в юмке был. Да? А на иерусалимском жаргоне петуха зовут гевер. Вот так. Теперь смотри. А раз так, то ведь копород это индивидуальное искупление. А что творилось с коллективным? Все коллективные грехи грузились на козла. Правильно? Коза зелла. Которого выгоняли куда? В пустыню. И вот таким образом все остаканилось. То есть картинка противилась тому, что неправильно. Вот все, что я делал, она противилась. И только когда я каким-то образом она устаканилась и все стало. То есть она уже была. Понимаешь? И я в это свято верю. Саша, приходилось ли тебе как твоему герою Каминки участвовать в такой выставке как «Пустота и ничто», описанной в романе? Приходилось. Собственно говоря, это, собственно говоря, я же и придумал. Откуда это взялось? Дело в том, что я однажды решил постебаться. Я решил пошутить. Я решил, ну-ка сделаю-ка я работу среднего израильского художника. Он должен быть концептуалистом, он должен быть работать текстом. Та-та-та-та-та-та-та-та. И сделал работу, которая называлась «Дыра в дыре и за дырой». Которая себя представляла большую плату, на которой был написан текст. Была дыра. Она крепилась на расстоянии 10 сантиметров от стены. Там против дыры было зеркальце, закрашенное белой краской. На котором я аккуратно ненормативную лексику можно употребить? Да. Выцарапал слово «жопа». Я был совершенно ошарашен, потому что все это восприняли всерьез. Такие поздравления я получал. Давно не было такого замечательного концепта и все такое. И я понял, что я проболился. Потому что это, правда, честно рассчитывал, что все будут смеяться. И тут я понял одну вещь. Дело в том, что это была очевидная пародия. Очевидная, потому что там столько чуши было написано, что нельзя было не понять. Но пародию, пародию, можно сделать на все, на что угодно. Кроме одного. Ты не можешь сделать пародию на пародию. А это говорит о том, что сама наша эпоха, она, в общем, в каком-то смысле пародия. Так что да, это мой опыт, который я перетащил в книжку. Ты считаешь, что сейчас искусство, да и культура вся находятся в очень серьезном кризисе? Я думаю, что да. В чем это проявляется? Во всем. Абсолютно во всем. Было два умных очень человека, которые сто лет, приблизительно, чуть больше, чем меньше, про все это написали. Был такой испанский философ Хосе Ортега Игасет, который написал две книжки. Одну «Дегуманизация искусства», а вторая «Восстание масс». Написал за сто лет ровно. И это все произошло. А второй человек был такой нидерландский культуролог Йохан Хейзинга. Они все обозначили. Всегда, вот заметь, любая культура, она шла вперед, оборачиваясь назад. То есть идеал всегда был позади. Мы говорим, золотой век. Золотой век, когда он был? Позади. Это еще у греков он был позади, золотой век. Мы говорим, серебряный век русской поэзии, русской литературы. Где он? Позади. Правда? И назвали его серебряным. И мы говорим, ах, ах, ах. Значит, возрождение строило себя, глядя назад на Грецию, правда, на это самое? Неоклассицизм строил себя, оборачиваясь на Рим. Романтизм смотрел на средневековье. То есть идеал всегда находился как бы, как пример такой сзади. А шли вперед. Правда? Я уже привык, заходя в класс свой, в Академию художеств, в Академию художеств. Я привык говорить, ботичели, кто-нибудь знает, кто это такой? А это? Одна рука подымется или две. То есть им не важно, они знают то, что есть сегодня. Мы сегодня первая культура, которой вообще наплевать на то, что было. Работа художника, я думаю, это, в общем, работа одинокого человека, потому что большую часть времени ты проводишь наедине с работой. И я не хожу на свои выставки. Вот выставку повесили, я пришел на открытие, и все, на этом дело закончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok